Добрый день, уважаемые коллеги! С вами снова Сергей Бадюк. Сейчас я хотел бы сказать полуслов о двух видеокурсах, которые мне подарили мои друзья Миша Шилов и Володя Таранай. Один курс посвящен кулаку, как вы говорите, железный кулак, а один курс посвящен работе с боленью, железной боли. В принципе, я ни тем, ни другим, ни на кулак, ни на колени не жалуюсь, у меня они достаточно крепкие. И я считал, что я знаю практически все об этом ровно до того момента, пока я не просмотрел весь курс. Сначала просмотрел, потом прообщался с ребятами, открыл на себя массу нюансов. И сейчас, к примеру, я начал работать по новой методике с рукой, у меня достаточно сильные руки. Я даже по анализу что-то выиграю, выполнил норматив мастера спорта международного класса без применения доберга, то есть носили одних пальцев. И то я сейчас начал работать по этой методике, у меня рука по ночам, по вечерам болит так, по ночам, в последних недели две, что я, честно говоря, по ночам просыпаюсь раз по шесть-семь, чтобы руки переложить. Но это не боль от травм, это боль от проработки очень глубоких внутренних мышц. Она пройдет, по крайней мере, еще рано две-три недели, произойдет адаптация, и дальше на суперкомпенсацию рука становится крепче. Полное впечатление, что рука превращается в молоток. Когда сжимаешь кулак, я первых дня четыре, после начала работы, я не буду сжать кулак, у меня так болело все. Но рука становится реально другой, структура другая становится. Там путь не быстрый, объективность ради, чтобы вы понимали, если вы приобретете этот курс, начнете с ним работать, есть две принципиальные вещи, вы должны понимать, что это работа длиною минимум в три-четыре года, чтобы получить стабильный, хороший результат, и потом поддерживать всю оставшуюся жизнь. И второй момент, тоже не питайте иллюзий, что вы взяли видео, и все вам сразу стало понятно. У меня видео зародило только интерес и возбудило массу вопросов, которые я смог задать ребятам. Пока есть возможность, они проводят семинары, очень вам рекомендую, потому что не все возможно увидеть. Не все нюансы, не все тонкости, не все углы применения. Не все там объясняется, потому что невозможно запихнуть что-то в видеокурс, даже длиной в челе часа, что только для фанатов. Кстати, я Миша говорил, еще раз буду говорить, что курс надо делать короче, потому что я, как старый идиот, могу сидеть четыре часа. Молодежь, она обычная. Им надо что-то очень быстрое. Это в вашем языке, да, молодой. По голени. Я делал банани, я набивал только на тяжелом мешке, так как делают тайцы. И работал по макеваре, китайской макеваром для багуа-джан. Это один из внутренних стилей багуа. Столб обворачивается достаточно плотными слоями туристического коврика. И по этому столбу работает вся нижняя техника удара. То есть лоу-кики, прохлопывающиеся. И я, к сожалению, прорабатывал очень одностороннюю ногу. Когда по курсу я уже понял, насколько важно запустить кровоток, лимфоток, проработку боковых фасций всевозможных там, это, ребята, это анатомия. Я не врач. И ребята, тайцы и китайцы, и окинавцы, все с ними работал, к сожалению, там нет врачей, которые разбираются в анатомии человека и в, опять же, восстановлении после травмы. Вот, ребята, врачи травматологи. А врач травматолог, человек, который понимает, что происходит с человеком после травмы. Вот ссадина – это травма. И перелом – это травма. Что после этого происходит, как ревенерация происходит тканей, она приведет к постоянному обрубцеванию какого-то, и у вас возникнет мозоль постная, которую он потом до кооперации удаляет. Или, слава богу, у вас все состется нормально. Все зависит от того, что вы будете делать, какой врач вам попадется. Ребята еще и практикающие мастера боевых искусств. Один – мастер спорта по карате, другой – мастер спорта по боксу по тайскому. И это уникальный симбиоз. Я вам честно скажу, я не знал, что у нас такие хлопцы есть в стране, в Иваново. Я думал, там только девушки красивые. В общем, я, честно вам скажу, я был удивлен. Я открываю каждый раз, вообще не с ними, я открываю очень много нового. Каждая встреча, когда я возвращаюсь домой, пообщавшись с ними, я себе согласен, по вечерам там записываю секретную тетрадочку, которую я никому никогда не покажу, нюансы тренировочные. Я каждый раз уношу что-то новое. Я не скажу, что на Кинаве этого нет, или в Таиланде этого нет, а нет системы. Есть 2-3 приема, которые работают на конкретном человеке, и мне достаточно несколько их показывали. И Хигаона Сэнсэй, уникальный мастер и уникальный человек, и Тараучи Сэнсэй. Они шли к этому всю жизнь. Используя методику ребят, реально можно добиваться тех же результатов, но в разы быстрее. Поверьте мне. В разы быстрее. Это ни в кое... Поймите, самое главное, чтобы сейчас в голове не возникло у ребят, которые смотрят, занимаются традиционным каратэ, что мы противопоставление какое-то. Это усиление, просто мир же не стоит на месте, ребят. Если бы мы жили по законам, которым жили 200-300 лет назад, и тренировались по ним, то люди так бы и бегали там 100 метров, не знаю, за полчаса, понимаете. И бокс был, как в старое время бокс, когда от пояса бассировали. Все развивается. Надо все новшества, все, что способствует максимальному достижению результата, усваивать, изучать и применять на практике, не отвергая при этом древних наработок, которые реально работают. В основе лежит все-таки наработка древняя, но с анализом, с точки зрения врача, практикующих врачей, травматологов, хирургов, которые понимают, что и как происходит с человеком, с его мышечной тканью, с его костной тканью. Когда на нее идет нагрузка. Так что я открыл для себя очень много нового. Очень вам рекомендую эти курсы поиметь, или украсть детьми в интернете скачать, а лучше, по-честному, заплатить людям их деньги, которые они заработали. И самое главное, после того, как в этот курс, неважно, каким образом он вас оказался, изучили, начали работать, самое важное, что вы сможете сделать, и самое правильное, найти возможность приехать ребятам на семинар и по результатам вашей работы задать вопросы. Тогда эффективность будет в разы больше. Что вы сидите, качайте курсы в интернете. Всем пока.